МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24. В студии Катерина Апенова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Что делать, если пропал ребенок? Советы родителям от представителей поисково-спасательной группы Рысь. Национальное достояние студент СПТ стал победителем всероссийского конкурса. Два гран-приза раз в студии хореографии Задоринки победила на международном конкурсе. Далее расскажем по всем подробно. Правительство поможет молодежи трудоустроиться. В 2022 году компании, которые трудоустроят людей до 30 лет, могут претендовать на господдержку. Меру распространят на отдельной категории граждан, в числе которых выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты и родители несовершеннолетних детей. Субсидии на каждого нанятого работника составят ТРИМРОД, увеличенные на районный коэффициент и сумму страховых взносов. Чтобы получить субсидию, работодателю нужно обратиться в Центр занятости для подбора специалистов с помощью портала Работа России и направить заявление в Фонд социального страхования через систему «Соцстрах». Пусть мама найдет. Ежегодно в России пропадают более 30 тысяч детей. Наиболее эффективен поиск в первые сутки после исчезновения. Ушел на прогулку с друзьями, в школу или к репетитору, но не вернулся к назначенному времени, телефон не берет или абонент вовсе недоступен. Такой сценарий самый пугающий для многих родителей. Что делать, если ребенок не выходит на связь, куда обращаться и как не потерять драгоценное время? Главное – немедлить, считает замкомандира поисково-спасательной группы «Рысь» Ирина Петрова. У родителей обязательно должны быть контакты ближайшего круга общения ребенка. Если он не выходит на связь в оговоренное время, нужно связаться с теми, к кому он отправился – друзья, родственники учителя. Если он сказал, что он ушел с Петей погулять, в первую очередь родители звонят либо Петь, либо родителям Пети. Дальше прозванивают своих родственников, еще каких-то друзей, но все это должно делать очень оперативно. Если это не дает результатов, сидеть, ждать, надеяться на что-то, переживать, волноваться, сам придет, где же загулялся, как же, чего не нужно, моментально должно быть написано заявление в полицию. Полицейские проводят опрос, берут все контакты круга общения и начинают поиски. Затем либо правоохранительные органы, либо сами родители могут подать заявку в поисковый отряд. Сбор добровольцев на поиск детей объявляют незамедлительно. Порой с заявлением в органы тянут, если обратиться в полицию, в дальнейшем у семьи могут быть проблемы. Такой миф Ирина слышала неоднократно. С родителей берется объяснение, проводится с родителями профилактическая беседа и все. То есть ни учета, ни каких-то там санкций к родителям, ничего вот этого не будет. И, соответственно, ни на биографии ребенка, ни на биографии родителей это никак потом не скажется. Если семья не получена, там, соответственно, уже другие меры могут быть применены. Всегда можно попытаться предотвратить такие ситуации. Доверие – самое важное в отношении с ребенком, считает Ирина. Не нужно контролировать каждый его шаг. Однако важно объяснить ему, что вы волнуетесь и хотите знать, куда он планирует пойти и насколько для его же безопасности. Поезда Сапсан временно прекратят движение между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом. Это связано со строительными работами и реконструкцией Московского Курского вокзала. С 30 июня временно приостановят курсирование скоростных поездов Сапсан номер 759-760 сообщением Санкт-Петербург-Нижний Новгород и номер 775-776 сообщением Нижний Новгород-Санкт-Петербург. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровский драматический театр получил главную награду областного театрального фестиваля премьеры сезона. Наши актеры показали жюри притчу про взрослых детей «Свободный Тибет». Спектакль вырос из эскиза, подготовленного в феврале прошлого года в рамках творческой лаборатории от Театра наций. Режиссер спектакля Антон Морозов взял за основу рассказ Романа Михайлова про аутсайдеров, людей с особым видением мира, не вписывающихся в рамки обыденной жизни. 27 марта саровчане могут сдать нормативы ГТО. Принимать будут плавание на 25 и 50 метров и стрельбу из электронного оружия. Записаться на испытания можно на сайте спортивной школы ИКАР. При себе обязательно иметь удостоверение личности, медицинский допуск и номер участника комплекса ГТО. Актуальную информацию можно узнать по телефону 993-94. Национальное достояние России разрабатывают в Сарове. Студент политехнического техникума Сергей Николаев представил на суд жюри Всероссийского конкурса проект натурного и компьютерного моделирования шагохода. Работал над ним юноша совместно со школьницей из Королёва. Еще один проект Сергея занял первое место на Всероссийской научно-практической конференции имени Алфёрова. Кулачковые машины или шагоходы используют преимущественно на Крайнем Севере. Благодаря шагающему принципу передвижения они позволяют сохранять пласт земли практически нетронутым. Тревяной покров также меньше страдает благодаря тому, что стопы наступают на грунт, а не накатываются на него. Рассказывает о своем проекте Сергей Николаев. Его студент техникума представил на конкурсе «Национальное достояние России». Совместно с Анастасией Васильевой из города Королёва сделали совместный проект. Моя работа заключалась в компьютерном моделировании, а Анастасия Васильева делала натурную модель. Проект Сергей разрабатывал на протяжении года вместе с ученицей 5-й гимназии из города Королёва Анастасией Васильевой. Совместная работа с учебными заведениями разных городов России стала для техникума обычной практикой в период пандемии, рассказал Игорь Столяров. Жюри конкурса проделанную работу оценила по достоинству и присудила проекту «Саров Королёв» диплом первой степени. На научном туре, на котором мы были, было представлено около 300 работ. В секции технологии, техническое творчество, астрономия, физика, космонавтика было представлено 26 работ. Эти работы были из различных регионов. Это было из Санкт-Петербурга, это и Владикавказ, это и Салихард, Новосибирск, Бурятия. Еще один диплом первой степени Сергей получил на научно-практической конференции. В ней приняли участие ребята из 80 регионов России. Совместно с ученицей из Череповца Вологодской области Анной Якимовской Сергей подготовил проект «Математика конденсата и конструкция новой топливной форсунки». Конференцию посвятили памяти великого физика Жоры Салферова. Мне-то приходилось с Жорисом Ивановичем Математом встречаться в свое время. Потому что мне приходилось на сахаровских чтениях привозить туда ребят из Сарова. И в принципе всегда приходилось не только, как говорится, видеть его, но и разговаривать с ним. И вот у Жориса Ивановича всегда была такая необыкновенная теплота в отношении делегаций из Сарова. Вот это надо отметить. На достигнутом Сергей Николаев останавливаться не намерен. Впереди еще много кропотливой работы, признается юноша. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Весна идет, весне дорогу. На территории Нижегородской области стартовала информационная акция. Она направлена на снижение детского дорожно-транспортного травматизма в дни весенних каникул. Подробнее о мероприятиях расскажем в следующем репортаже. В четверг начинаются каникулы. По статистике в это время увеличивается число ДТП с участием детей. Школьники, особенно младшие, мало считаются с реальными опасностями на дорогах и переоценивают свои возможности. Поэтому во время каникул ГИБДД усиливает работу в плане профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. С 21 марта по 4 апреля в госавтоинспекции проводится специализированная информационно-пропагандистская кампания «Весна идет, весне дорогу». При надзоре дорожным движением сотрудники госавтоинспекции будут выявлять административные правонарушения, связанные с перевозками пассажиров, в том числе, особенно детей, а также взрослыми пешеходами, которые совершают правонарушения в присутствии своих детей. Кроме того, ГИБДД региона проведет творческие конкурсы для детей и родителей. Например, в рамках флеш-моба «Скворечник в стиле ПДД» можно сделать скворечники для птиц и оформить их в дорожной тематике. 26 марта поделки нужно разместить на деревьях, в парках или во дворах домов и школ. Фото или видеоролики с запечатленными на них участниками мероприятий и размещенным скворечником необходимо до 28 марта отправить на адрес электронной почты гибдд52собака.бк.ру. Подведение итогов будет проведено в социальной сети ВКонтакте и в группе у ГИБДД Нижегородской области, 407-й на связи. Еще один семейный челлендж «Пристигни самого дорогого» пройдет 2 апреля. Родителям нужно снять небольшое видео, показать, как нужно перевозить ребенка в машине и призвать следовать своему примеру. Творческие работы также принимают по электронной почте гибдд52собака.бк.ру. Дополнительную информацию можно узнать в группах ГИБДД региона и Саровского отдела госавтоинспекции ВКонтакте. В Пушкинке стартует неделя детской и юношеской книги. Каждый будний день во время каникул библиотекари будут готовить для школьников интерактивные программы, рассказывать о классических произведениях и новинках мира детской литературы. Подробности далее. Играть, творить, мастерить, фантазировать, путешествовать по городам и странам. Сотрудники детской библиотеки имени Пушкина точно знают, что заинтересует юных читателей. Общероссийскую неделю детской и юношеской книги традиционно отмечают во время весенних школьных каникул, чтобы привлечь внимание как можно большего числа ребят к чтению. В этом году Пушкинка готовится к мероприятию с большим трепетом, так как это одна из первых живых встреч с ребятами после длительных ограничений. Это, наконец-то, мероприятия, которые пройдут в реальном формате, когда мы будем иметь возможность вживую общаться с нашими читателями. Как показывает на опыт наших предыдущих каникулярных мероприятий, дети очень часто по ходу даже этих мероприятий сами подсказывают нам какие-то идеи, которые позволяют наши мероприятия делать еще более интересными и для сотрудников библиотеки, и для читателей. Каждый день с 24 по 31 марта, кроме воскресных дней, библиотекари Пушкинки ждут гостей на различные мероприятия в 14 часов. Литературные завалинки, библиатуры, познавательные марафоны, игры в сказки, экологические акции и семейные программы. Кроме развлечения, дети смогут узнать здесь и много нового. Конечно, одна из целей библиотекарей, чтобы ребенок после этих мероприятий захотел взять в руки книгу. Мы будем с ними обсуждать самые разные серьезные темы, потому что знаем, что дети на самом деле очень ценят, когда взрослые относятся к ним как к собеседникам, как к людям, с которыми можно обсуждать серьезные проблемы. Но, конечно, это все будет делаться в игровой занимательной форме для того, чтобы детям действительно было интересно. В мероприятиях могут принять участие как дети школьного возраста, так и дошкольники вместе с родителями. Также сотрудники библиотеки рассматривают коллективные заявки. Весенние каникулы в Пушкинке пройдут во всех ее структурных подразделениях. Подробную информацию можно узнать на сайте пушкинкосаров.рф или в группе библиотеки ВКонтакте, а также по телефону 91735. Два гран-при на одном конкурсе. Впервые в истории студии экстрадной и народной хореографии Задоринки. Несмотря на активные выступления, юные артисты успевают новые номера изучать и доводить до совершенства старое. Отсюда и солидный урожай наград. О новых победах Задоринок наш следующий репортаж. На международном конкурсе «Ветер перемен» в Казани воспитанницы Анны Козловской показали шесть танцев и завоевали два гран-при. Высшие оценки были удостоены сольный танец Арины Макаевой «Порыв» и новая версия композиции «Виртуальная реальность». На большой сцене в Казани воспитанницы коллектива Задоринки выступали впервые. Для Насты Равиловой это было и вовсе дебютное выступление. Как рассказывает девочка, было волнительно, но очень здорово. Настя с коллективом исполняла два танца распаковка и рисунки на песке. Я сперва думала, что у меня не выйдет, что мы получим, может, самое худшее место. Но в итоге мы получили для меня хорошее место. Второе, первое. В коллективе Задоринки большинство девочек занимаются с детства. За свою танцевальную карьеру они посетили много конкурсов и фестивалей. Но выступать в Казани им понравилось больше всего. Было очень красиво, было очень потрясающе. Было очень волнительно перед выступлением. Это прям жуткие мурашки по всему телу. Было очень красивые места. Было очень много интересных моментов, которые происходили с коллективом и истории, которые очень смешат. Там было интересно. Также я смотрела на другие группы, смотрела, какие у них танцы. Иногда даже сама их оценивала и выбирала, на какое место им лучше будет. В конкурсе приняло участие большое количество коллективов со всей России и оценивало выступающих компетентные жюри. Мы не знаем, откуда были коллективы, потому что сейчас такая новая конкурсная политика. Мы с этим столкнулись еще в Москве, когда были у Егора Дружинина в феврале. Сейчас не говорят, откуда коллективы, но чтобы не было потом каких-то разговоров, чтобы было что-то нечестное и какой-то город где-то там, не знаю, пропиарили. Пока средняя группа задоринок покоряла жюри в Татарстане, старшие девушки выступали в Нижнем Новгороде на международном фестивале короли танцпола и также привезли домой много наград. Лауреатами первой степени стали танцы «Черные вороны» и «Сердешное». «Нитанго» и «Туман» отмечены дипломами лауреатов второй степени. Кроме того, задоринки привезли в Сару в диплом победителя в специальной номинации «Лучшая танцевальная композиция» и денежный грант в размере 10 тысяч рублей. Один номер тоже был новый. Это была премьера из премьер. То есть у нас в гостях была Светлана Лутошкина. Это известный довольно-таки хореограф в мире танца. И она поставила нам... 7 марта была поставлена хореография и 13 марта она танцевалась уже на конкурсе. Сейчас танцевальная студия «Задоринки» готовится к новым конкурсам и фестивалям. Уже в апреле девочки отправятся в Санкт-Петербург, а после планируют посетить город Иваново. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА